так короче привет ребят всем уважаем наши подписчики вот как и обещал приехал ко мне мой друг и знакомый на вот этом аппарате узнаете до веста св кросс вот такая красота сейчас он нам немножечко про нее расскажет так вкратце вот такая красота вот она место кросс вот такие трубочки у нее классные 18 дана у тебя 18 так пойдем в салон я сзади сяду в салон запрыгиваем коврики классные и попадаем в новый автомобиль в котором приятный запах но автомобиля до и новизны но вот чем не понравился я сзади села я прям сразу голову поднял и увидел вот этот вот плафончик светодиодный классно сделано кто-то говорил что там голова там задевает об крышу ну вот моя голова вот так я вот развернул вот я не знаю видно не видно ничего тут все отлично как бы так тут мы смотрим красивые вот такие вот сиденья но это регистратор мы сняли это у нас полноценный да можно сказать хотелось бы побольше да сколько она тебя обошлась по деньгам эта машина 810 плюс сигнализация сейчас мы печку чуть-чуть сделаем поменьше чтобы получше слышно было во тут у нас кстати вот за печку это у нас что здесь идет это климат однозонный климат полноценный да как бы авто я вижу кнопочка до максимально это идет обогрев лобового стекла или у тебя без обогрева ага так все выключили ну практически то же самое как на обычной стандартной вести только здесь есть кондиционер и обогрев лобового стекла он вынесена отдельной кнопкой то есть вот она эта кнопочка вот она да это лобовое стекло у нас подогрев а зеркала и заднее стекло у нас подогреваются вот этой вот кнопочкой да так ну а здесь стандартно это подогрев передних сидений трехуровневый трехуровневый да а как три три уровня ты расскажи когда совсем на вулкане когда не совсем на вулкане когда чуть-чуть короче когда кукан поджарится так так дальше значит передние стеклоподъемники вон я вижу да там есть вот они это пассажирский ну и соответственно водительские а вот в водительском блок скажет что тут значит самая первая клавиша вот такая вот длинная большая да это зеркала у нас правое левое и левое это мы все знаем передние стеклоподъемники задней стеклоподъемники блокировка блокировку стеклоподъемник вот именно блокировка стеклоподъемниками запасная еще так понял ручка здесь ярко хромированная да как бы она хром хром а вот это вот обшивка идет как под карбон ну как у меня номера да то есть я вот сейчас вот тут поближе покажу ну примерно примерно здесь тоже хромированная здесь стеклоподъемник ручка глянцевая задняя да и передние тоже передние у водителя карман у водителя карман в кармане там резиночка есть в кармане покажи ну видно шевелится резиночка есть коврик там тоже да на стандартных местах там есть и не довелось мне кататься на стандартных поэтому я честно говоря но на моей потом прокачиваешься так так здесь вот здесь самое интересное тут в люксовых комплектациях идут кнопочки да что тут идет у нас подогрев заднего дивана так да одноуровневый ниже там вот я сейчас камеры да я думаю увидите в принципе это прикуриватель да прикуриватель правильно прикуриватель и а он открыто я думал это крышка просто вот так вот он закрывается открывается так ну коврики ты сам да это вообще покупал вот этот вот они клетчатый коврик это так чтобы лужи не собирались на так здесь ручки это для пассажиров и из крючочек для одежды но ручки тоже как он микролифтами да вот так вот плавно возвращаются охонь так здесь то же самое небольшая ложка дегтя всем владельцам то что ни черта не не заряжают девайсы не мобильные не собственно планшетники ну передние не задние спрашивал на сервисе говорит не такая там розетка не такая там розетка ну вот у меня такая же штука была у меня там кстати есть одно из видео там тоже самое как бы вот у меня не заряжается мой телефон на люксовых комплектациях вес там вроде как бы да идет зарядка но вот у меня комплектация норма и match норма и мышь кстати такая же один в один музыка вот ну это стандартно как вот в обычных местах да 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 вот окромление вот этот идет у нас глянец глянец приятный глянец панель параллельного лака панель руль у нас здесь тут что на руле так это разверни его правнее а это у нас слева блок чего как же он вот из главы то вылетел так она бывает круиз 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 то есть ограничение скорости круиз вставляем километры такие нам нужны скорость либо ограничение скорости так справа соответственно мультимедиа это все относится к мультимедиа вот сюда вот умельцы вставляют кнопочку подогрева руля видел я этот блок очень интересное решение горит в верхнюю горит красным вроде оранжевым светом ну подогрев руля может для девушек больше подходит да мы же мужики у нас руки мужские но все равно приятно так коробка коробка механика пятиступенчатая то же самое как и на обычной вести потом ну в принципе и я вот хочу заметить вот это вот штучка да вот видите она ярко но не хромированная серебристая до серебристая ну в принципе ну а это панель приборов вот такая она вот насчет вот этой серебристых хромированные здесь то же самое накладки то что вот здесь в принципе серым салоном еще более-менее как сочетается вот сидел я в оранжевом блин но не непонятно зачем накладки вот оранжевые значит шкала оранжевая а кресло вот здесь вставки тоже оранжевая вот накладки блин ну почему-то вот они так решили да не хотят это кстати флешка да если кто-то там что-то так вот сиденье вот строчка смотрю строчка идеальная ну камера может сразу не фокусирует как бы я вам сейчас вот так вот покажу чтобы видно было как и на чехлах кстати чехлы тоже да будешь попозже покупать просто сейчас большие затраты человек понес конечно же приобрел машин мы его поздравляем с этим да слава богу говорит не в чтобы никому быть не должным вот ну вот такой вот аппарат здесь подголовники тоже также регулируются опускаем поднимаем вот чех вернее ремешки вот здесь такие вот в крайних сиденьях то есть задних справа и слева вот такие вот как бы вставочки вставочки наверно скорее всего дермантиновый до бежевый бежевый не кожа да дермантин да он такой в принципе не особо грубый да и на спинках вот спинка и вот сам диван сам диван здесь а он даже заходит на по моему среднюю да как то он вот так вот сделано сейчас я вот уберу видео мы постараемся выкладывать без с минимальным монтажом чтобы вам было понятно как бы а зачем монтировать что монтировать будем так вот прям сразу напрямую ну в принципе в принципе место вот я сижу ну как бы вам не почти метр восемьдесят вот смотрите я вот сижу комфортно так это про эту ручку я говорил теперь вот здесь у нас что очечник даришь никому конечно так сказать не каждый очки сюда влезут ну смотря какие да какие очки у меня полароицы по квартирной вот единственная форма в которой мне идет они особо то не помещаются хорошо хотя бы по ширине помещаются по ширине они стандартно наверно вот так ну мне в принципе не критично так подголовники подголовники передние ну как бы то же самое в принципе что и на обычных машинах подголовники вообще отдельно можно сказать то что когда человек пересел с рено то есть я пересел с рено офигенно стал сказать так сказать плюсом то что я сижу и у меня голова упирается подголовник то есть удобно очень ну да вот вот я сбоку сейчас немножко он под наклоном ну да то есть вот он как под наклоном а вот сейчас он голову повернет сядь вот как-то обычно сидишь да вот то есть видно да бога головы затылок чтобы вам для понимания было так так но в принципе все друзья я не знаю здесь что у нас а но это и рогла нас да это и рогла нас а муж включить лампочки также они как и наверное ну ну я понял да все одинаково вроде когда ждет да здесь вот задний плафончик вот мне вот эта штука нравится то есть можно когда дверь у нас например вот открыто вот я нажал эту кнопочку до дверь открываем он загорается дверь закрыли он раз выключился а это вот постоянный свет до постоянно свет для задних пассажиров мы опять кнопочку нажмем как было так крючочек куда для одежды это со стороны водителя с заднего пассажира то есть слева есть здесь да в единственном числе здесь справа нет ну в принципе по обзору сейчас задний посмотрим а ну такой же кармашек практически все то же самое колонки задние справа слева но вот сидим в машине печка у нас выключена а можешь ее отключить про звук и сейчас мы прям несколько секунд помолчим вот послушаем ну как бы я не слышу ничего посторонних никаких звуков от мотора чтобы вот задние пассажиры слышали которые доставляют там дискомфорт там какие-то скрежет и кто-то там писал говорил что-то какие-то прострелы глушителя я не я не слушаю это глупости и никого не слушайте есть надумали покупать или приобретать вот этот новый автомобиль и значит без проблем берите даже себе голову не сбивайте это вот вам говорит человек непосредственно тот который пересел с рено рено сандера был да да был стоп в 15-го года офигенная машина но блин маленькая но маленькой да то есть у человека семья там ребенок и как бы не особо удобно и багажник наверное да маленький багажник лодка мотор и все все и все сандера стоп вэй или просто стандера стоп вэй был стоп вэй сандера стоп вэй да клиренс 195 здесь 203 блин у лады въеста выше багажник больше места больше да всего больше не без детских конечно болезней ну блин будем с ними как-то справляться ну да это постепенно все машина сколько на данный момент прошла 427 427 а когда ты ее купил 30 ноября вроде как 30 ноября у официального дилера у официального дилера не будем говорить какого потому что это как бы реклама приобрел в принципе машина как бы на гарантии никаких в принципе пока нареканий не было будем постепенно если что-то будет с ней происходить будем по возможности то есть как бы до добавлять видео вот просто просили многие мои подписчики звонили там снимите покажите расскажите я вот ребят вот я сижу сзади я конечно мне нравится мне нравится место много удобно кто-то говорил то есть в сандеров сандера уже как бы только два человека вот могут сесть наверно без комфорта да зим в зимней одежде летом да может там как-то влезть а вот комплекции кому за 80 килограмм там уже будет сложного либо устроиться с комфортом за счет ущемления комфорта переднего пассажира да только так да пойдем сейчас на улицу и мы сейчас посмотрим мотор прямо открываем дверки и выходим и смотрим мотор уходим и смотрим мотор так вот закрываются дверки ну фары вот они фары как на везде против туманчики а против туманчик какие валю на end а вот фиг его знать какие там заводы идут ночью откроешь капот валюта а все сейчас капот а решетка здесь глянцевая черная мотор мотор ставим упорчик опускаем капот вот так вот ну слушаем мотор друзья вот кстати там у меня тоже видео одно было помните про свист генератора но мне мастер вот опять же сказал что это этот свист он как бы генератора вот исключительно моей вести просто обычной месте это как бы допустимо здесь я вот этого свист не слышу так как у нас антифриз здесь залит ну вот такой моторчик движочек немножко все таки вот через это место засекается грязь засекается грязь да то есть видите прострел идет грязи резиночку человек потом наклеить все будет нормально а это вот отпечаток вот непосредственно резинки которые вот она на капоте идет но это как и у меня на вести то же самое так аккумуляторе к аккумулятор какой кстати стоит 60 или 60 но слушайте там а то мало ли кто-то скажет послушать мотор обзор какой-то микро люфт если он дает треск ничего не сдает никакого треска я не слышу ну вот рука моя ничего не вибрации никаких все ровно все ну ну чё вы хотите машин новые да это маркировки заводские вот этой красной красочкой пока снял да а чё снял почему снял что-то мне показалось немножко короче сам ставил а вот сюда вот резиночку там у меня спрашивали как вот сюда вот эта резиночка клеится уплотнительная вот до сих пор ее клею ну я ее не суда клеву я ее точнее вот сюда клеву вот на это да вот здесь получше здесь получше прижимал вел дальше потом переходил на фары здесь она у меня шла и вот здесь вот это вот как я и говорил где просекается вот это вот грязь чтобы вот этого засора не было да и дальше проводил вот туда вот туда с нее вот здесь переход очень легко сделать без проблем так мотор можешь заглушить а то может нас слышно не будет я вам и будем стараться запустить это видео чем быстрее тем лучше и желательно без монтажа все заглушили так но это стандартный блок до этих предохранителей подкапотный который аккумулятор это у нас что воздушный фильтр да по моему да правильно точно так же все точно так же так вот он шланг вот у меня вот я сейчас видно вам не видно вот хорошо вот расстояние у меня туда залазит два полтора полтора пальца наверное до полтора пальца то есть у некоторых на первых местах он тёрся этот шланг вот об вот эту вот чаще сейчас погоди вот об эту вот кромочку но у меня уже надо у меня он уже не тёрся вот снял антоном верхнюю крышку пластиковую но здесь свечи 4 катушки тоже вот маркировка заводская как бы нормально там защита стоит еще все новенькой все чистенько пахнет а мы сейчас посмотрим что там за защита чё тут за защита вот такая вот защита слушай а можешь по ней чем ногой как-нибудь чтобы мне понять для понимания ни хрена себе да ну да ну нормально но здесь решеточка вот кстати вот в эту нижнюю вот тут я у себя защищал там есть у меня тоже видео сеточки против комаров мух там летом это будет он говорит антон сказал будет вот ну вот как бы вот так ребят до капот пока что же он не обрабатывал может обработает может не обработает есть посчитать нужным обработает ну вот он прострел от этой грязи стандартно идет ну как бы так но это все уберется до стенки моторного отсека до стенки вот видно да вот она прострел идет по резинке уж хотя бы устранили вот это ну вот нельзя сделать что-нибудь сюда такой придумать то я вот себе в два слой сюда уплотнительные резинки для наружных работ приклеил и все у меня такой штуки нету а ничего она же резинка она же резинка она ничего пальцами залазишь без проблем все открывается потом покажу там так ну вот такая машина вот такой аппарат диски какие размер 17 здесь концепты стояли 18 но посчитали что пользу 17 лучше машину передние дисковые тормоза задние идем дальше задние дисковые тормоза задние дисковые тормоза диски литые как бы завода да не шли а резина как называть кисловед кисловед а размер какие у нее где тут 100 не пойму не вижу 205 на 50 кстати и вот там многие говорили у меня на драйве там есть страничка да вот по поводу вот этого молдинга но молдинг в примерно такой же как и на вести для для весты обычной седан вот он этот молдинг вот кто-то там говорил будет грязь под него забиваться что там будет вот смотрите как он будет тут забиваться если он вплотную то есть тут я не знаю вот этот выемка но выемка для того чтобы у нас вот так вот происходило дверь максимально то есть чтобы не задевал ничего понятно да для понимания ну это резиночка она как стандартно о звук звук открытой двери немножко другой да звук немножко другой и противотуманные фары здесь включается на рычажки я у себя сделал тут вот кнопочку так а багажник кнопочка как держа опа а поподробнее на седанах а здесь как же открывается багажник а то есть багажник открывает здесь ключом во как но такие вот сидения вот такие сидения а пойдем посмотрим так это как на иномарках где на это кнопочка вот она вот она да это вот эта кнопочка все он открылся и причем открывается так так а вот он багажник ну тут у него дела так а это вот как делается покажи направляющим все хорошо тут отделение здесь у нее есть ухты штука вот прикольно а еще так сделаю открой закрой да я посмотрю получше так погоди не а вот еще вот тут дальнюю открой закрой ухты органайзер а там чё там да ничего просто просто завораживает чтобы как сказать более эстетично было не было вот этого но понятно ну как бы щели да так понятно понятно а это у нас уже сама вот это вот полочка да она как вот так раз вот они эти хопа и туда уходит у тягивается раз все здесь подсветка одна справа и слева куча ниш но это уже в обзорах все убито несколько раз да это уже сто раз показывали одно и то же мне просто самому интересно здесь что откроешь бардачок да открою проблем туда в лес ухты набор спасатель набор спасатель туда в лес огнетушитель аптечка и насос нормально компрессор нормальное место нормальное место то есть он закрывается каким образом покажи как держится на эти язычки вставляются вниз так все защелкнулась все отлично так а здесь у нас у коврика специальный язычок за который проще коврик надо внимательно смотреть потому что есть коврики фальшполом предназначены есть коврики которые для автомобиля без фальшпола так здесь конечно не знаю до второго органайзер доступ сейчас наверно затруднен будет да потому что тут навалено все ну а так тут вообще в принципе там еще не востребованные секретка такая вот у себя у себя здесь у меня немножко по-другому тут у меня лежит данкрат только вот это вот отсека вот этой перегородки нет тут у меня что-то там водичка дистиллированная здесь у меня поднасос лежит и что-то еще тут лежит ну вот запаска полноценная да нет верно но на 185 на другого размера просто так вот она до размер другой 185 на 65 r какая r15 r15 на не будет видно но я понял так это у нас шумка да ну как обычно это да шумка все опускаем насчет воды там вот некоторые говорили а лед каток вода скапливается доставал я оттуда все и ничего не на там нет воды может быть где-то у кого-то скопился какой-то конденсат когда-то но блин я конечно мнительный сидр нос так а вот он просушил багажник по объему по объему ну такой же как на вести наверное да наверное из-за того что по школам присутствует поменьше чуть чуть поменьше чуть чуть поменьше но большой багажник че сюда запросто блин мне есть сравнить да ему есть чем сравнить действительно так ну вот парни а А это здесь у нас что? Здесь у нас, ребята, пластик. Да, здесь у нас... Которого мне не хватало. Пластик. А вот это что? Это, я так понял, технологическое отверстие для доступа к замку. Вот, даже тут не рисован. А, замок. Ага. Здесь ручки. Да, здесь вот где-то... Ручка одна, вторая. Вот это вот, я так понял, здесь вот будет у нас автоматический замок. Ага. Со временем. Ага. Судя по обзорам. Ну да. Так, а эти резиночки? Резиночки регулируются? Регулируются. Это зазор между вот этой вот багажником и бампером и задней стенкой. Ничего здесь не корябается. Ну, лед тут вот этот, да. Ну, что? А так все. Все нормально. Так, это у нас вот эти трубы. Вот он противотуманный фонарь. Это крючок для донкрата. Ну, кого-то там дернуть, да? Или его, чтобы дернули. Это у нас портроники задние. По всему. Смотрим сбоку ее. О! Огонь! Огонь машина. Да, на форму, конечно, постарались. Степ, мать. Красота. Машина красота. Мечта. Тех, кому не хватало места. Вот такой вот кратенький обзорчик мы сделали сегодня. Понятливый. Чтобы для понимания вам было понятно, тем, кто просил. Потому что уже куча всяких обзоров разных. А это вот прямой обзор без лишних, без лишнего монтажа, без лишних всяких супер наворотов. Нам это как бы особо не интересно. И прямой обзор от реального покупателя, от моего товарища и друга. От того, кто ждал. Вот такая вот она Vesta SV Cross. Ну, вот так вот, друзья. В общем, такой вот обзор у нас сегодня был. Мини. Мини такой, маленький, да, начинающий обзор. Назовем его история номер один, да. Первая серия. Вот. Будут и другие серии по этому автомобилю Lada Vesta SV Cross. Сейчас сделаем еще дополнительный обзор там днища, может быть, кому-то интересно. Там тоже некоторые звонили, спрашивали и писали на почту и ВКонтакте в группе. Кстати, побольше в группу входите, ребят. Потому что сейчас будут к Новому году и потом будем устраивать конкурсы и будем разыгрывать призы. Как бы, чтобы это не было балабольством. У нас первая вот была, точнее, первый раз был розыгрыш, и как бы люди выиграли, остались довольны. Ну, кто-то там написал негатив, то, что не в прямом эфире. Да не вопрос, сделаем в прямом эфире. Входите в группу нашу, входите. Все ссылочки будут под видео в описании. Следите за аборт-журналом на Drive 2. Следите за новостями, которые мы размещаем в группе. Ну, конечно, не всякую там чепуху, а стараемся. Самые актуальные, самые интересные новости, да? По железу. Да, по железу там и новости магазинов, с которыми мы сотрудничаем. Это Автостолица 63, также будет ссылочка в описании под видео. И с компанией-производителем авточехлов Автолук. Так, ссылочка тоже будет у нас в видео. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну, пишите свои комментарии, задавайте вопросы под видео. Или лучше всего, конечно... Объективные критика приветствуются. Да, да, ну, умеренно. Бредовые всякие эти мы будем, соответственно... Объективные. Попроще. Вот. Ну, вот сижу, все равно нравится. Машина огонь. Вообще, салон, конечно, тоже. Вот этот вот такой широкий, классный. Да, не знаю, вполне удобно. Да. Ну, что? Все, всем пока. Антон тоже скажет, всем пока. Да, Антон говорит вам, всем пока. Это вот прямой владелец автомобиля свежесделанного Lada Vesta SV Cross. Про который мы будем также снимать видео. И выкладывать у себя на канале. И, кстати, там я видео поставлю под видео, поставлю ссылочку на Антона, на Drive 2, на его борт-журнал. Смотрите, проходите, подписывайтесь. Все, всем пока, удачи. Счастливо.